Так, друзья, чего мы собрались сегодня? Первое, что мы немножко задержались в связи с тем, что у нас очень часто отключался свет, и мы не могли работать просто-напросто, и поэтому то, что мы хотели сделать еще неделю назад, может быть чуть больше, пришлось заденуть этот процесс, потому что света нет, компьютеры не работают, и так получалось, что по 4-5 часов сидели без работы ребята-программисты, и по нему немножко затянулся процесс. Но то, что мы хотели сделать, уже сделали, на сегодняшний день это готово. Самое главное, что у нас уже есть сайт, который работает на украинском, английском и русских языках, это вам вот здесь вот с правой стороны мы это все реализовали. Ну и реализовали самую главную категорию допомога украинцам, на которой мы будем строить нашу рекламную кампанию. Значит, в этой категории отдельные, отдельная категория, которая показывает не конкретных людей, которые раньше у нас был заточен проект, что мы показывали реальных людей, которые оказывают услуги, которые делают услуги руками, ногами, мозгами с помощью инструментов, транспорта и так далее. Это будет у нас отдельная категория, которую мы будем показывать уже места. Значит, эту категорию мы будем развивать не только в Украине, а сразу во всех странах, потому что у нас много украинцев переехало в другие страны, и они нуждаются в информации об этих объектах. Почему я сделал такой вывод? Потому что я очень много в чат-группах нахожусь, в Вайбере, там, в WhatsApp, в Telegram, где есть много групп. Украинцы в Польше, там, украинцы в Варшаве, там, украинцы в Румынии и так далее, и так далее, и так далее. Очень много. И я обратил внимание, что там постоянно задают вопросы. А где находится это? А где можно сделать вот это? А куда поехать? А как проехать? А где какая? Ну, в общем, постоянно эти вопросы задаются людьми. И поэтому у меня родилась такая идея, чтобы в нашем проекте это все сделать. И, по сути, мы это уже реализовали, но реализовали мы только физически. Физически в каком плане? Что любую услугу можно зарегистрировать. И вот я сейчас как раз и продемонстрирую процесс регистрации услуги. То есть любой из вас может регистрировать. И я хочу сказать, что мы сейчас разрабатываем плюшку, что за каждую регистрацию, которая будет проходить в проекте после верификации, если она будет актуальная, так будем говорить, мы будем начислять халфикоины. И на этом мы построим рекламную кампанию. Соответственно, люди, которые будут заходить по этой категории, они будут видеть, что здесь не только есть возможность допомоги украинцам, а есть возможность зарегистрироваться исполнителями и параллельно будут регистрироваться исполнители. Ну, вот такой план действия. И сейчас я продемонстрирую, как это происходит. Значит, нажимаем на кнопку «Создать услугу». В данный момент можно на русском языке попробовать это сделать. «Создать услугу». «Помощь украинцам». И здесь мы имеем категории фонды, волонтерские организации, гуманитарная помощь, правозащитные организации, подствольство и консульство. В каждой категории может что-то добавить свое. То есть мы не останавливаемся на том, что мы сделали. Мы проделали много работы. Но, допустим, если фонды, то тут есть «добавить». Если мы берем волонтерские организации, то есть список и можно добавить остальных. И так далее. То есть получается, что каждый из вас может дополнительно добавить какую-то информацию о том, что мы не предусмотрели. Итак, пойдем по регистрации. «Попробуем зарегистрировать», допустим, гуманитарная помощь. У нас есть такие вот жилищная помощь, пункты раздачи еды, пункты там, где кормят, одежда, обувь, пункты раздачи засобов гигиены, допомогат животным, точке Wi-Fi. Ксерокопии и туалеты мы предусмотрели. Вот. Давайте попробуем. Я вот знаю, точно в Киеве есть один туалет, который я знаю. Давайте на все просто зарегистрировать. Нажимаем «туалет» и нажимаем кнопку «продолжить». «Продолжить». Значит, вот здесь вот у нас на Крещатике возле метро, вот в этом месте, так, это метро, вот тут вот прямо в этом месте, мы ставим точку на карте, вот в этом месте есть точно туалет. Так. Ну, описывать туалет можно, что он находится за Макдональдсом. Вот. И нажимаем. Мы можем добавить фотографию, если можно сфотографировать этот объект на телефон и, допустим, добавить какую-то фотографию. Я так быстро покажу, чтобы вот фотография добавляется этого объекта, можно его сфотографировать, чтобы люди видели, где он находится. Нажимаем «продолжить», указываем место работы, время работы и нажимаем «продолжить» и получается, что мы уже видим информацию, то, что мы создали. И нажимаем кнопку «создать». Здесь выскакивает такое вот сообщение, что ваша услуга успешно создана и станет доступной после модерации. То есть мы будем модерировать каждую услугу, потому что бы не было такого, чтобы люди там начали делать какие-то нехорошие вещи. Еще раз хочу заострить внимание, что объекты, которые будут находиться не в жилой зоне, мы регистрировать не будем. То есть промышленные объекты, там, где находятся промышленные объекты, там, где находится все остальное такое, связанное с военной техникой, мы там объекты модерировать не будем. Так что если вы добавляете услуги, они только должны быть находиться в жилищной зоне. Тут есть предложение людям рассмотреть возможность стать партнером и ссылка на наш чат-бот, которым мы предлагаем стать партнером. И мы еще сделали возможность сделать донат, помочь проекту просто там перечислить 2, 3, 5, 10, 15, 20 гривен. Можно нажать на эту кнопочку и через нашу платежную систему Украинскую фонду можно будет это сделать. В общем, задача какая наша на сегодняшний день стоит, чтобы мы донесли максимально до людей, что в нашем проекте есть категория помощь украинцам, и чтобы люди подключились и начали работать. А за это они должны получить фишки, плюшки в виде халфи-коинов. Процедура эта будет отработана, она еще до конца не отрегулирована, потому что там есть моменты, когда люди могут просто нарегистрировать кучу всяких объектов в надежде на то, чтобы заработать халфи-коины. Поэтому есть моменты, которые мы сейчас обдумаем логику, чтобы не было такого, чтобы человек просто тупо нарегистрировал, что попало, а ему начислились халфи-коины. Такого не будет, мы предусмотрим этот момент. Еще будет задержка между регистрациями, то есть если вы зарегистрировали объект, следующий объект вы можете зарегистрировать аж через 10 минут. Почему так сделано? Потому что бы не было, чтобы ботов сюда нам не наслали, не начали регистрировать какое-то количество большое разных объектов. То есть один раз в 10 минут можно зарегистрировать объект. По сути это так и будет. Если вы идете по улице, увидели какой-то объект, зарегистрировали, через 10 минут можно будет регистрировать следующий. Вот. Значит, какая информация о проекте. Значит, мы говорим про то, чтобы на украинском, на английском и на русских языках мы предлагаем рассмотреть возможности доната. Мы предлагаем людям стать партнерами и предлагаем добавлять сюда свои идеи. То есть если у людей есть какие-то свои мысли интересные, которые можно сюда реализовать, пожалуйста, можно будет писать нам, что вот. То, что я вам рассказывал, кроме того, что можно просто-напросто дополнительно в любую организацию добавить. Только кроме консульства, конечно. Сейчас, минуточку. Ну, то есть везде стоит плюс. То есть если то, что у нас уже есть, мы как бы предлагаем поставить птичку, а если того из этой категории чего-то нету, то можно добавить и написать ту услугу, которую вы предлагаете, чтобы она добавилась в список вот этой конкретной категории. Ну, собственно говоря, в двух словах я вам рассказал, что вот такая фишка есть. И мы сейчас начинаем рекламную кампанию по привлечению исполнителей через допомогу украинцам. То есть мы начнем построим рекламную кампанию на допомоге украинцам, а те люди, которые будут заходить, они будут видеть, что здесь есть возможность не только просто помочь украинцам, а зарегистрировать свои услуги, и они будут регистрировать. Потому что когда нажимаешь «Створите послугу» до даты послугу, то тут допомога украинцам только одна категория, а все остальное – это регистрация других абсолютно категорий, подкатегорию и услуг. Значит, услуг мы насчитали у нас на сегодняшний день более 1800 штук всевозможных. Я, конечно, не думал, что столько много всевозможных услуг люди оказывают. Я думал, их там 500-600, а когда мы закончили над этим работать, то их оказалось более чем полутора тысяч всевозможных услуг, которые люди оказывают. Так, ну, собственно говоря, вот эту информацию я рассказал. И вот мы сейчас с этой недели начинаем рекламную кампанию по привлечению исполнителей. Насыщать будем наш проект людьми, которые оказывают услуги, параллельно набирая категорию «Помощи украинца». И как только мы наберем необходимое количество исполнителей, мы можем начинать рекламную кампанию проекта уже. То есть шаг один – это добрать исполнителей. У нас было зарегистрировано более 15 тысяч исполнителей, но они стали нерелевантными. Многие люди просто переехали. Уехали, кто-то на войну пошел, кто-то уехал за границу. И те исполнители, которые были раньше у нас зарегистрированы, они стали нерелевантными, поэтому нам придется повторить этот путь, зарегистрировать как можно больше, провести рекламную кампанию по привлечению людей, которые оказывают услуги в разных сферах. Ну, собственно говоря, вся информация, которую я хотел сказать, я вам рассказал. Я буду записывать видео сейчас, каждый день. Как регистрироваться и обо всей этой информации будет в ТикТоке, в Ютюбе, Facebook First там еще будет. В общем, там надо будет уже вот эти лайки, комментарии, которые ставят партнеры, надо будет под этим видео делать. Я там добавлю эти ссылочки, мы начнем там работать. Вы со своей стороны по возможности заходите в чат группы, какие у вас есть, и говорите, что есть такой сервис, где можно сначала зарегистрировать, а потом находите пункты, где можно помочь украинцам. То есть вот на этой как бы волне мы должны как можно больше привлечь и исполнителей, и заодно зарегистрировать все возможные пункты, где помогают украинцам. Теперь переходим к вопросам и ответам. Я слушаю вас. Сергей Васильевич, здравствуйте. А у меня такой вопрос. Вот это видео, которое вот сейчас будет записываться, вот вы показываете, его можно показывать другим людям, или для них будет какое-то отдельное видео снято, чтобы мы могли как-то им продемонстрировать, как это будет работать, как заполнять категории, и для чего этот проект? Ну, я сделаю отдельное видео. Вот в группе «Допомога украинцам» я сделал первое видео, сделал второе, как зарегистрироваться просто в проекте. Ну, вы видели, наверное, это видео, да? А сейчас следующее видео будет, как зарегистрировать саму услугу. Несколько видео будет, и потом я буду продвигать, каждый день буду выкладывать видео по этому проекту. И вот эти видео, которые я буду делать, на них можно будет показывать людям. Ну, собственно говоря, и этот вариант тоже можно показывать, но он такой, знаете, будет сумбурный немножко. Там я буду коротко и ясно рассказывать. Ну, видео короткие, но суть будет понятна, коротко и понятно. Еще вопросы, пожалуйста. Добрый вечер, Сергей Васильевич. Меня хорошо слышно? Да. Скажите, пожалуйста, вот добавлять вот эта допомога украинцам и вот все, что вы показывали по карте, это ж могут только те люди, которые живут в Киеве и Киевской области. Как бы все остальные люди, которые не бывают в Киеве, не знают этой информации, они же не могут этого делать. Правильно я понимаю? Нет, не совсем вы правильно понимаете. Вот конкретно эта категория должна работать во всех странах. Начиная от Канады, там у нас много украинцев и страны Европы, там где много украинцев. Там нужно регистрировать именно конкретно для них это все сделано. Еще раз, если вы слышали, я вам сказал, что я подписан на много групп украинцев в Польше, украинцев в Румынии, в Болгарии, там в Греции и так далее, и так далее. Это конкретно для тех людей, которые сдвинулись с одного места, переехали в другую, и они не знают. Вот я почему придумал эту категорию, потому что я в этих группах наблюдаю, как люди пишут объявления и спрашивают, а где найти ксерокс, где здесь точка Wi-Fi есть, где можно поселиться, где додают еду, а где можно... В общем, вот такие вопросы много-много людей задавали. Кстати, они там и рекламируют свои услуги, очень много. Вот, и как раз будем вот эту категорию развиваться по всему миру. А от своего плана, который мы планировали по Киеву, мы отступать не будем. Единственное, что немножко я подожду в том плане, что там сейчас... Как там со светом в Киеве? Вот, скажите, пожалуйста. Электричество пока не... Не вот так со светом в Киеве. А? Не слышу. В Киеве на 6 часов свет отключают, но периодически по разным районам. На 6 часов отключают в день. Ну, я думаю, что в течение... Вот пока мы будем набирать исполнителей, как раз отремонтируют нам электричество, чтобы мы уже начинали... Рекламу нужно будет начинать тогда, когда электричество будет работать стабильно, потому что мы будем платить за нее деньги, за рекламу, и чтобы не получилось, что реклама будет идти тогда, когда не будет света. Ну, условно говоря. Так что я думаю, я очень надеюсь, что эту ситуацию попробую... Ну, исходя из той информации, которую я читаю, наблюдаю, в течение там 2-3 недель все это дело исправится по электричеству. Потому что нам дают очень серьезную противовоздушную оборону, и уже они не смогут нам бомбить наши электростанции, подстанции и так далее. Сергей Васильевич, я прошу прощения. Я вот все-таки, если я нахожусь в Днепродзержинске, Днепропетровской области, я могу вот эти вот пункты, допустим, раздачи еды, какие-то общественные туалеты и так далее и тому подобное, я могу тоже заносить в эту базу. Правильно я понимаю? Совершенно верно, да. Потому что в Днепропетровске находятся люди, которые переехали из других городов, и они этого ничего не знают. Вот вы в своем районе знаете, допустим, где-то что находится. А есть люди, которые к вам приехали, видишь, их таких много, и было бы неплохо, чтобы через наш сервис они запустили, когда им понадобится там... Опять же, в том же Днепропетровске есть какие-то гуманитарные организации, которые оказывают помощь украинцам. Их тоже нужно регистрировать, чтобы человек зашел и посмотрел, где можно одежду взять, где можно еду взять, где можно жильем. Там есть люди, которые жилье предоставляют и все остальное. Ну, то есть вот эта вся... Эта категория предназначена для людей, которые поменяли свое место жительства и по территории Украины, и даже выехали за рубеж. Для них конкретно это мы делаем. Все, спасибо, я поняла. Еще, пожалуйста, вопросы. Здравствуйте, Сергей Васильевич. Скажите, какое количество исполнителей нам нужно набрать для запуска? Ну, чтобы в каждой категории хотя бы человек 20 минимум было. Больше, лучше, но минимум 20 человек. Допустим, на город Киев, если мы набираем, то в каждой категории 20-30 человек должно быть минимум. Но чтобы не получилось... Ну, смотрите, в чем суть. Мы начинаем рекламную кампанию. Человек... Это мощная рекламная кампания будет. И человек скачает приложение там на Android, на iPhone, зайдет на сайт, и он захочет какую-то услугу, нажмет, а сайт ему покажет, что, извините, таких услуг нету. Ну, это же ненормально будет, правильно? Он нажмет другую услугу, и опять услуг нет. Таких и специалистов нету рядом с вами. Ну, и человек ему скажет, ну, что это за дела? То есть, получается, что нам нужно сделать так, чтобы по максимуму все услуги были предоставлены в нашем сервисе. Ну, если будет мощная кампания рекламная, то в Киеве наберутся много, мне кажется. Потому что я вот в центре живу, Львовская площадь, нас не отключают свет вообще. А так, чтобы по пять часов, я не слышала, в детстве не отключают. Ну, отключают, но... Я вам скажу, где отключают. Мои на Пасняках живут на Еленой Пчелке. Там отключают по шесть часов каждый день. Вот, родители у меня там живут. На Пасняках. Там отключают. Знаете, у нас на Святофинском отключают по восемь-двенадцать часов. Два раза на день. Я понял. Три раза. Ну, еще раз вернемся к этому вопросу. Говорю, что в течение двух-трех, ну, максимум месяца этот вопрос... Интернет пропадает в Киев. Этот вопрос должны отрегулировать у нас. Так, еще вопросы, пожалуйста. А можно вот, если кормление, допустим, оно же кормят бесплатно людей у нас, малоимущих. Это тоже можно заносить, регистрировать? Конечно, да. Тут, ну, давайте пройдемся еще раз по тех категориях, которые... Ну, фонды. Фонды, которые дают и деньги, и организация ООН есть. Есть фонды. Ну, в Киеве тоже много этих фондов, я знаю. Которые раздают пакеты с продуктами. Есть места, где их просто кормят. Вот церковные организации, я знаю, что в церквах там можно прийти, там, и могут людей покормить. Кроме фонда у нас есть волонтерские организации. Международные, ветеранские, религийные. Вот я вам говорил, сами волонтеры есть у нас. Очень востребована такая вещь, как переводчики, особенно за границей. Потому что, когда человек приезжает куда-нибудь за границу, и ему там и документы надо пересчитать, и составить документы, там, и все остальное. В общем, переводчик – это очень нужная профессия для конкретно тех людей, которые находятся за границей. Гуманитарная помощь – это жилищная, пункты раздачи еды, пункты там, где раздают еду, и там, где кормят. Пункты там, где раздают одежду и обувь, пункты раздачи засобов гигиены, помощь животным. Многие люди с животными выехали. Точки доступа Wi-Fi – это очень важные моменты, потому что у людей, может быть, денег на счету нет. Очень часто так бывает, что или в другую страну приезжает, или вообще просто на карточке нет денег, но он может по Wi-Fi зайти и по телеграмму, или еще по Вайберу связаться со своими родными через эти точки. Ну, ксерокопия – это очень важный момент, потому что документы нужно делать. Ну, и вот я такую вещь еще добавил, как туалета. Ну, еще можно добавить сюда какие-то вещи, которые необходимы. То есть вы можете пройтись по этим пунктам у себя и посмотреть, что можно регистрировать. Но важно другое. Ваша задача – как можно большему количеству людей донести эту информацию. То есть мы сейчас будем с одной стороны делать рекламу, а с другой стороны у вас в группах в Телеграме, там все везде, вы можете писать, что вот есть такой сервис, давайте ссылку на него, что можно вот и зарегистрировать, и пользоваться такими сервисами. Еще вопросы, пожалуйста. Сергей Васильевич, смотри. Сергей Васильевич, скажите, пожалуйста, к концу года мы откроем проект или нет? Ну, я так думаю, что за месяц мы должны набрать исполнителей полтора. Месяц-полтора я бою на эту штуку, потому что раньше мы их не набирали вообще, мы раньше искали только партнеров. А сейчас задача найти исполнителей. Как только мы их найдем, сразу приступим к рекламной кампании. Ну, мой расчет максимум полтора месяца где-то. Ну, как получится. Будем смотреть. Все зависит от того, как пойдут люди. И, может быть, они и быстрее пойдут. А регистрацию надо будет давать руководителю, допустим, этого кормления? Или кому нужно давать регистрацию? Как их регистрировать? Они же должны... Давайте себе представим такую ситуацию. Вот вы знаете, многие люди знают, где можно пойти поесть, допустим, или взять продукты. Что нужно сделать? Надо сфотографировать этот объект и узнать расписание работы этого объекта. Когда он работает, когда выходной. Узная вот эти вещи, где он находится, и адрес имеет, и время работы, в принципе, можно уже регистрацировать объект. Если есть возможность на телефон сфотографировать вход, ну, улицу, куда войти, это тоже очень большая проблема. Бывает, знаешь, что объект здесь находишь, а там приходишь, там куча дверей, куча вывесок, и не знаешь, где оно находится. А если человек сфотографирует конкретно вот место, где вход, а может быть несколько фотографий, одна издалека, другая ближе, и таких две фотографии добавить, что вот здесь вот находится конкретно этот объект. Все, вот есть фотографии, есть, знаете, когда этот объект работает, то ли круглосуточно, то ли с выходными, то ли у него какие-то время работы есть. Вот, и адрес. И можете начинать регистрировать. Зашли, нажимаете регистрацию такого-то объекта, указываете на карте местоположение его, или можно написать просто, он там подтянет адрес, если есть. То есть добавили пару фотографий, описали этот объект, двух словах, показали время работы, и все, и объект зарегистрирован. Ну, на регистрацию объекта уходит где-то, ну, минуты-две времени будет уходить. Две-три минуты, ну, смотря какой интернет у вас будет, там фотография будет загружаться или не будет загружаться, это зависит от скорости интернета. Ну, потренироваться надо будет. Вы можете, знаете, что я могу сказать, что вы можете потренироваться, регистрировать любые объекты, только в описании пишите, что это тест. И я тест тогда не буду верифицировать, модерировать. То есть вы можете просто потренироваться, взять в любом месте, выбрать любой объект, любое название, описание, фотографию, и пройти этот путь для себя. Но в описании напишите, это тестовый объект, тест, большими буквами напишите тест. И когда она на модерацию придет, я пойму, что вы просто-напросто тренировались это сделать. Ну, вы должны понимать, когда объект зарегистрируется, он на карте не появится сразу, до тех пор, пока он не пройдет модерацию. Потому что мы будем просматривать, наши девочки будут просматривать. Первое, это местоположение, чтобы там не было промышленных объектов и какого-то другого места, связанного с военными делами. Это на территории Украины. В других странах этого не будет просматриваться. Второе, адекватность текста, адекватность фотографии, чтобы там не было никакой порнографии и каких-то мотюков, извините, в тексте. Вот это все будет просматриваться. И если все нормально, тогда будет одабриваться этот объект. И по результату зарегистрированных объектов у нас будет потом какой-то период. Там же можно будет писать отзывы об этих объектах. По результату мы потом будем начислять хелфи-коины в кабинет. Это я буду делать отдельное объявление. Напишу, сколько будет стоить важный объект, чтобы можно было зарабатывать. Ушки, так будем говорить. Сергей Васильевич, скажите, я уже могу, допустим, вы сказали, подключать партнеров, исполнителей. Я могу делать рекламу со своей реферальной ссылкой и приглашать людей, исполнителей в проект. То есть они приходят ко мне в кабинет. Правильно? Да. Все, спасибо. Сергей Васильевич, смотрите, по поводу видео. Я посмотрел видео, как регистрироваться в проекте и видео, как регистрировать будем категории в допомогу украинцам. Хочу предложить... Вы ранее снимали такие видео для ТикТока, знаете, живые, где вы рассказываете про проект. Я предлагаю наподобие таких же видео сделать, где вы рассказываете чуть-чуть про проект, а потом добавляете, какие уже есть фонды, что сюда можно добавить свое. И вот в таком режиме, знаете, это будет более такое живое видео, насыщенное. Потому что люди обычно не любят текст читать, большой какой-то такой текст. Если мы будем скидывать коротенькое видео, емкое такое, в группу, человек посмотрит. Если ему понравится, он будет читать текст. Если не понравится, текст не будет читаться. Вот я предлагаю такие вот видео какие-то записать и быстрее продвинуться. Да, так и будет. Если вы слышали в самом начале, что я вам сказал, что я сейчас каждый день буду записывать видео, они будут в ТикТоке, в WhatsApp, в YouTube, в Facebook Search, в таких вот моментах. То есть видео обязательно буду писать, потому что оно самое такое живое, так будем говорить. Я буду строить рекламную кампанию на видео. Сергей Васильевич, скажите, пожалуйста, мне кажется, что этот вопрос все хотят задать, но почему-то молчат. Они спрашивают, все кричат, когда будет старт. Мы поняли, что это приблизительно будет через месяц-два, да, ну, образно. А именно прибыль партнеров, когда он начнется? Я в прошлом, на прошлой встрече рассказывал, хорошо, я повторюсь, был этот вопрос, я рассказывал. Смотрите, есть такое понятие, как включение монетизации. Когда мы наберем определенное количество исполнителей, которых будет достаточно, чтобы начать рекламную кампанию, мы начнем рекламную кампанию, но сразу мы монетизацию включать не будем, они будут получать заказы бесплатно в какое-то время. В каждой категории это будет по-разному. Я в прошлый раз рассказывал, еще раз повторюсь, как это будет. Я на примере одной категории расскажу, точно так же это будет на всех других категориях. Давайте себе представим, что в Киеве зарегистрируется 100 сантехников. Ну, условно говоря, цифра может быть меньше, может больше, но вот 100 человек зарегистрировалось. Вот, и в течение месяца мы давали рекламу, они зарегистрировались, и эти 100 сантехников получили по, допустим, 200 заказов. Это, грубо говоря, в месяц каждый из них получил по два заказа в среднем. В таком случае мы не можем включить монетизацию, потому что если таким людям включить монетизацию, они откажутся от нашего проекта. Им будет интересно платить процент или абонентскую плату только в том случае, если они будут регулярно получать заказы. То есть, если каждый из них получит 1, 2, 3 заказа в день в среднем, вот тогда мы предложим им уже платить процент. То есть, мы будем смотреть, конкретно в этой категории у нас 100 человек зарегистрировалось, и мы получили, допустим, 1000 заказов. Ну, чтобы в среднем на человека было там 1, 2, 3 заказа в день, в день. Ну, что такое в среднем? Кто-то ни одного заказа не получил, кто-то 3. Ну, тот, кто ни одного не получил сегодня, на следующий день или через день получил 3 заказа. Ну, в среднем они получили такое-то количество заказов. Вот, когда мы выйдем на такие показатели, только тогда мы сможем включить в этой категории монетизацию. И так по каждой категории. Некоторые категории начнут раньше монетизироваться, заказов больше пойдет, а некоторые будут позже монетизироваться. Ну, эта специфика рынка, она так работает. Потому что, если этим 100 исполнителям, когда они получат по одному, по два заказа в месяц, сказать, давайте платить, они не будут платить. Это жизнь такая. То есть, сроков определенных у нас нету даже после старта. А это, возможно, будет и полгода, и год. Правильно я понимаю вас? Нет. Есть категории, которые начнут работать со следующего месяца. Будут категории. А будут категории, которые, может быть, мы и никогда не начнем монетизировать. Будут и такие. Как вы говорите, и год. Но это рынок. Рынок переплюнуть, воевать с рынком мы не будем, так будем говорить. Но поверьте мне, тех категорий, которые будут монетизированы, всем нам хватит потом до конца жизни. И даже внукам останется. А как вы хотите, Танюша, такую категорию в первую очередь приглашать людей, чтобы ты реально начал какие-то деньги уже зарабатывать на старте? Самая денежная категория будет таксисты. Еще такой вопрос. Сергей Васильевич, а скажите, звонки уже можно начинать делать по рекламе людей в интернете? Ну, допустим, в тех же объявлениях. Не понял, как это. Поясните. Я предоставляю услугу подстричь собачку или там сделать отделочные работы. И вот перезванивать, как изначально вы говорили, что можно будет делать такие звонки. Уже можно позванивать людей по объявлениям и приглашать в проект, чтобы они регистрировались в Киеве, в Киевской области. Или еще рано на Киевской области можно приглашать. Все, спасибо. Так, друзья, есть еще вопросы? Скажи, пожалуйста, как мы будем запрошивать выконавцев? Так как партнеров? Нет, партнеров намного сложнее. Приглашать людей, которые должны вложить деньги, это сложный процесс очень. И мы через него проходили и знаем, что это очень сложно. А выконавцев запрошивать очень просто. Для того, чтобы запросить выконавца, надо знать три вещи. Первая вещь. Телефон этой людини. Как правило, они пишут свои телефоны в своих объявлениях. На заборах, на досках объявлениях. И так есть. Они такие пишут, что меня зовут Сергей, ось мой телефон, и я делаю такую услугу. Вы имеете три информации. Его телефон, как его взбать, и какую он услугу выполняет. Можете эти три информации, можно фотографировать такую объяву на доште, а потом прийти спокойно дома, это сделать. Вы звоните этой человеке и говорите, здравствуйте, Сергей, я видел вашу объяву, что вы надаете такую услугу. Это так или нет? Он говорит, так, надаю. Вы говорите, ось сейчас будет запускаться новый сервис, в котором вы можете безкоштовно зарегистрироваться. И в ближчий час он будет работать, и вы будете получать замовление. Цікаво вам или нет? Как правило, из 10 людей, где-то 6-7-8 будут сказать, да, цікаво. И если интересно, то вы скажете, я вам сейчас надейшлю посыланием, по которому вы можете зайти и зарегистрироваться. И все, весь диалог так будет построен. Люди, которые выполняют услуги, они зацикавлены в том, чтобы их получать. Чем больше замовлений они получают, тем для них лучше. Это их работа, их заработок. И поэтому, когда им предлагает какая-то человек, что есть возможность додатково получать замовление, то они, как правило, не отказываются от такой пропозиции. Так, еще вопросы есть? Пытания есть. Добрый вечер, Сергей Васильевич. Вопрос можно, да? Можно, можно. Михаил Бесалькович. Сергей Васильевич, смотрите, вот, в принципе, реклама будет идти по услугам Киева и Киевской области. Сначала, да? Ну, это, в принципе, скажем так, человек выполняет те или иные услуги на конкретном каком-то объекте, который находится в Киеве или в Киевской области. Не рассматриваете ли вы или предприятие, например, услуги, которые надаются в IT-сфере. К примеру, человек, который может на удаленке разрабатывать те или иные проекты. К примеру, там, разработка какого-то дизайна, логотипа, ну и так далее. Человек может в удаленке выполнять такие услуги, скажем, для человека, который тоже находится необязательно в Киеве, а Бог знает здесь. Я вам расскажу, как это будет работать. Смотрите, вот, когда человек нажимает «Створитель послугу», нажимает «Додатель послугу», IT-послуги, и тут есть список, какие послуги он может доказать. Игры, компьютерные, мобильные додатки. И я скажу, что этот человек может регистрироваться не только в Киеве. Он поставит одну точку в Киеве, вторую в Днепре, третью еще в каком-то городе. То есть эти люди, которые работают удаленно, они будут регистрировать в каждом городе себя, самих себя. Понимаете? Ну, я понимаю. И они же могут также в удаленке выполнять работу не только для Киева, области конкретно, а и для, в принципе, любой точки Украины. Да, совершенно верно. Те, кто работает на удаленке, они так будут работать. И я как бы знаю точно, что они будут себя регистрировать в Киеве и в других городах. Интересно. Спасибо. Еще вопросы есть? Да. При регистрации исполнителя, вот, где мы будем указывать, какую услугу, или он строитель, или он парикмахер, или он там еще что-то хочет, какие-то услуги делать. Мы как должны вот это обозначить? Вы не регистрируете этого человека. Вы просто его приглашаете по своей ссылке. Он заходит в свой кабинет, он лично. То есть, как процедура, вы приглашаете в проект, он регистрируется. У него получается точно такой же кабинет, как и у вас. Он в своем кабинете нажимает «Создать услугу», нажимает «Додать» и выбирает, где он регистрируется. Он регистрируется, но так как он находится по вашей ссылке, зарегистрировался, он попадает к вам, и он у вас будет как исполнитель. Еще очень важный момент хочу сказать, что какая-то часть исполнителей, которые зарегистрируются, которых мы вам дадим в кабинет, или которых вы сами пригласите, кто-то из них обязательно станет партнером. То есть, это дополнительные партнеры, которые вы получите в лице исполнителя. То есть, один и тот человек может зарегистрироваться в проекте, сначала как исполнителем, а потом, рано или поздно, он поймет, что это классная вещь, купит себе пакет и станет партнером. И он же у вас будет как исполнитель, который оказывает услуги, и он же у вас будет как партнер, который вам приносит дополнительный доход в виде кэшбэка за купленный пакет, и в виде тех исполнителей, которые будут находиться в его кабинете потом. Спасибо, поняла. А еще, пожалуйста, вопросы. Я хотела бы еще помимо видео, которое вы будете снимать, которое мы тоже будем распространять в интернете, будет ли какие-то фотографии, какой-то материал, чтобы можно было под ним текст подставлять, и не только видео, а чтобы и картинки какие-то были. Но чтобы это было сделано не кустарно, а на уровне. Мы же хотим представлять свою компанию с логотипом, чтобы это было все на высшем уровне. Ирина, поверьте мне, я вам уже об этом говорил, еще раз повторюсь, самая лучшая реклама, которую вы сделаете сами. Возьмете телефон, направите на себя и скажете 10 слов. И когда люди будут листать в ленте, то поверьте, никакая фотография их не убедит, точно так, как убедите вы лично. Скажете, друзья, вот есть проект, который помогает украинцам. Вот ссылка под моим видео. И все. Вы уже умеете видео снимать, я знаю, не притворяйтесь. Спасибо. Спасибо. Да, так что самая лучшая будет реклама, если вы, каждый из вас просто снимет свое видео, своими словами объяснит. И когда люди листают в ленте, там может быть супер красивая картинка, логотипами со всем. Но когда они видят простого человека, который простыми словами говорит о простых вещах, они обязательно остановятся, посмотрят. А если их это заинтересует, и если вы их заинтригуете своими словами, то они обязательно перейдут по вашей ссылке. Так что кроме моего видео, должно быть еще и вашего. Хотя бы там раз в недельку одно видео сделайте себе. Расскажу, как это делается, еще раз для тех, кто не знает. Смотрите, видео должно очень простое, вы должны дать интригу с одной стороны, заинтересовать людей. То есть видео должно звучать такие приблизительные слова. Здравствуйте. Не надо представляться, как вас зовут и все остальное. Людям это неинтересно. Людям интересна интрига и важность момента, который вы ему скажете. Вот вы говорите самое важное. На то, что человек, на котором первых 3-4 секунды надо сказать такое, чтобы человек потом дальше посмотрел. Придумайте такие слова, которые интересуют. Есть украинский проект, который помогает украинцам. Например, какие-то такие. Нашла или узнала. Я вам рекомендую ознакомиться с этим проектом. Регистрация бесплатная. Под видео есть ссылочка. В этом проекте можно будет найти, где можно покушать, где можно зарегистрировать. Где-то вот такие слова надо говорить. И это видео должно быть коротенькое. 30-40 секунд максимум. И потом уже под видео вы пишете коротенькое описание и свою ссылочку. И это будет работать. Мало того, если вы помните, у нас есть акция, что если вы делаете видео, то мы его все лайкаем. Вкидываем в группы, и все партнеры лайкают это видео. И тогда оно поднимается в ленте и его начинают видеть. Сколько партнеров, которые писали это видео. Но еще раз говорю, очень сложно было приглашать сюда партнеров и тех людей, которые должны были стать инвесторами нашего проекта. Это сложно. А вот приглашать исполнителей, приглашать людей, которые помогут, это будет намного проще. И поверьте, по вашим видео будет очень много людей регистрироваться, приходить, знакомиться. Еще раз прошу прощения, извините. Чтобы сделать такое видео, надо написать текст на бумажке. Выучить его наизусть. 2-3-4 раза рассказать перед зеркалом. Спокойно, уверенно, жестикулируя руками. Знаете, как простой человек. И когда вы это перед зеркалом расскажете, и это вам самим понравится, тогда вы возьмете, поставите телефон напротив себя, запишите такое видео. Ну, опять же, записать надо будет раза 3-4-5-6-7, а некоторым людям и 10 раз попробовать. Но один из этих 10 раз обязательно получится, и это видео можно потом использовать не один раз, а много раз. в одной группе выложить, в другой группе выложить, в третьей группе выложить. Так, ну, давайте будем заканчивать. Уже 45 минут я вас мучаю. Хочу сказать, что вот смотрю на список людей, которые здесь присутствуют, всех рад видеть. Вот, приятно видеть своих людей, которые поддерживают проект. Ребята, все у нас получится, все будет хорошо, и Украина победит обязательно. Мы будем жить в самой классной стране, и еще и зарабатывать. Всем спасибо.